Ситуация в Сочи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ не превышает допустимый показатель этого сезона, говорят медицинские работники. Но при этом предупреждают, если не позаботились о прививке заранее, теперь надо укреплять иммунитет и заниматься профилактикой. Лук, чеснок, фрукты никто не отменял, а чистые руки всегда залог здоровья. Но при первых признаках заболевания нужно принимать противовирусные препараты. При повышении температуры сразу же к врачу, который сможет определить степень заболевания и назначить лечение. В наших аптеках представлены различные препараты противовирусные. И совершенно не обязательно концентрироваться на одном каком-то названии и не увидев его в сети говорить о том, что нет никаких противовирусных препаратов. Опять же возвращаюсь к тому, что самому себе назначать лечение в корне неправильно. Мы всегда должны обратиться к врачу, тем более сейчас, когда у нас регистрируется случай свиного гриппа. Отличается свиной грипп от обычного тем, что при свином осложнения начинаются очень быстро, уже практически на второй день. Поэтому медлить нельзя, предупреждают врачи. В больницах для лечения гриппа есть все необходимые препараты. Но назначать их себе дома самостоятельно медики не рекомендуют. Если у вас не грипп, а, к примеру, простуда, прием неправильного лекарства только усугубит ситуацию. Эпидпорог в Сочи не превышен, однако аптеки подготовились к распространению вируса заранее. В ходе рейда выяснилось, и в муниципальных, и в частных аптеках противовирусные и симптоматические препараты в достаточном количестве. Мы были озабочены этой проблемой буквально сразу после Нового года. Были созданы большие запасы различных противогриппозных, противовирусных препаратов. Но, к сожалению, очень много людей было. То, что многие препараты были распроданы, но постепенно все это закупается. Сейчас у нас в достаточном количестве есть и кагоцелы, и ингаверины, и эргофероны. На подходе у нас ремонтодин. Есть много детских сиропов, также противовирусных. В наличии маски, которые действительно в последнее время стали дефицитом. Но все аптеки Сочи постоянно следят за лекарственным ассортиментом, срочно закупают на базах недостающие препараты и, более того, охотно делятся между собой информацией. На тот случай, если у них нет соответствующего лекарства, рекомендуют посетить другую аптеку, где оно есть. Со стороны прокуратуры в ходе сегодняшнего рейда нарушений не выявлено. Предельная допустимая цена товара не превышена. Гелена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.